здравствуйте меня зовут юлия тадеуш приветствую вас на канале про цветок и сегодня мы будем разговаривать о плетистых розах лучшие сорта которые я пробовала в своем саду я вам расскажу про них и расскажу как в принципе их использовать в вашем саду надо понимать что плетистые розы это не клемате сами по себе они цепляются для них нужна опора и естественно от этого будет зависеть место куда вы их будете сажать это может быть какие-то решетки декоративные это могут быть перголы это могут быть небольшие обелиски в зависимости от того какой сорт вы выберете что такое плетистые розы это розы которые растут около не менее двух метров высотой которые имеют достаточно сильный рост характер характер роста и способны подняться до четырех пяти даже шести метров как мелкоцветковые рамблеры плетистые розы делятся на два типа есть крупноцветковые есть мелкоцветковые вот про рамблеры я уже начала вам говорить я могу сказать что одно время всегда есть мода какая-то на розы и одно время появилась такая большая мода на мелкоцветковые розы я сажала их активно у себя в саду но не могу сказать что я там как-то сильно в итоге была удовлетворена ими и сейчас я все-таки всегда советую из рамблеров выбирать повторного типа цветения потому что они не такие громоздкие вот но что касается крупноцветковых роз с ними все проще они как бы не такие большие хотя некоторые сорта очень очень крупные его плетистых роз есть еще такая особенность особенно у крупноцветковых надо всегда понимать что их надо достаточно широко раскладывать на опоре почему потому что чем больше освещен наш побег тем больше образуется в пазухах цветочных почек и которые потом цветут то есть обильность цветения вот от этого того как вы будете располагать вашу плетистую розу очень зависит ее можно там вокруг опоры закручивать а можно просто широко раскладывать современные конечно плетистые розы отличаются вот этой характеристикой некоторые вот будут цвести достаточно обильно и без этого раскладывания широкого но некоторые розы такие как алоха которую я очень люблю все равно нужно лучше всего раскладывать широко для того чтобы она обильно цвела из тех роз которые вот я смело могу всегда рекомендовать и использовать и в своей работе и рекомендую всегда людям которые спрашивают какие сорта выбрать я могу назвать в в разных там то цветах как бы самое вот такие свои любимые и начну наверное с лагуны это крупноцветковая плетистая роза кардеса очень красивый у нее цветок такого благородного красно малинового цвета крупный она имеет аромат очень обильно цветет и и вот не надо так прям широко раскладывать она в принципе достаточно хорошо образуют цветочные почки по всей длине побега и по высоте она достигает у меня лично метров трех если можно ее даже немножечко я вот на перголу и сверху закладываю и очень красиво цветет очень ароматная из тех сортов плетистых роз еще которые я могу порекомендовать это моя любимая ясмина это опять же кардес это сорт розы почему я вот очень сильно ее люблю я всегда когда приезжают на экскурсию люди говорю что пойдемте вот понюхаем и аромат и и вот лично это наверное соответствие какое-то меня потому что мне очень нравится как она пахнет а пахнет она удивительно это не просто розовое масло какое-то или мускусный запах она пахнет зелеными яблоками как ни странно и с какими-то нотками жасмина видимо поэтому она ясмина и называется роза очень красивого цвета это бледно розовые цветочки с таким более ярким свечением розового внутри и более светлыми более светлый цветок краю и за счет этого она смотрится так с таким ощущением как будто фонарик внутри у нее зажгли вообще когда я покупала я покупала ее как рамблер рамблер повторно цветущий но я не могу сказать что вот кардеса и так обозначил для себя не могу сказать что она характеристики рамблера поддерживает потому что у нее нет такой гибких таких плетей как у рамблеров обычных но в принципе роза достаточно послушная и уклад и покладистая то что касается пригибания и очень хорошие вот поэтому я ее от чистого сердца вам рекомендую и очень важный фактор она хорошо цветет повторно и хорошо зимует из тех роз что я люблю и которые хорошо себя показали у меня в саду есть розы с очень интересная краска цветка достаточно редкой называется она амаретто мало того что у нее редко среди плетистых роз окраска цветка она розовато абрикосовая это всегда приятный бонус такой в плане цвета потому что больше все таки конечно плетистых роз розовых больше красных малиновых а вот такой вот окраски редко встречается у нее крупные цветки которые пахнут вот по названию уже наверное догадки какие то есть но вот когда ты действительно нюхаешь вот возвращаешься в молодость вспоминаешь ликер амаретто который существовал и она реально пахнет миндальными косточками вот такое удивительное как бы создание у этой розы крупная красивая листва достаточно колючие побеги и цветет она крупными красивыми ароматными цветками очень обильно и хорошо цветет повторно плите у нее раз дорастают до трех метров у меня она растет на перголе и опять же я ее могу смело загибать по этой перголе и по верху и общем то получается очень красивое зрелище во время цветения из желтых плетистых роз я пробовала у себя в саду много разных сортов это было и голд шоу и голден олип олимп и другие сорта но задержался у меня в салду голден гейт это опять кардес но немцы они всегда впереди планеты всей вот это роза прежде всего во первых меня поражает своей мощью у меня был случай когда приехала пара на экскурсию нужно больше интересовалась розами а муж ходил уныло следом пока он не прошел под перголой и не поднял голову вверх и не спросил с удивлением а что это за дерево такое я ему сказала что это роза ну как бы поскольку это было только начало цветения роз и плетистые розы эти зацветают чуть позже он говорит как розы ну вот так у него действительно настолько толстые побеги что я могу сказать что осенью на мою когда пригибаем она там дорастает до четырех метров то есть это вообще длиннющие плети плюс очень конечно такая толщина у нее большая я прыгаю на ней практически прыгаю на не для того чтобы ее уложить укрытие у нее получается метровой высоты при этом она зимует понятно что к весне проседает это укрытие становится меньше но все равно вот это вот ее мощь конечно потрясает для нее надо широкая крепкая какая-то опора куда вы будете ее раскладывать который выдержит вообще ее вес у меня она честно говоря перголу повалила цветки у нее желтые не такие сильно махровые как вот у амаретта или у лагуны но в то же время красивые и еще есть очень красивая роза вообще спорные много вызывает много споров иногда у розоводов но в принципе я считаю что в свое в своем цветовой гамме оранжевый она наверное вот у меня все таки номер один называется она алоха я называю ее чудовище почему чудовище потому что несмотря на всю красоту ее там цветков она настолько колючая что это просто реально катастрофа и осенью пригибая ее надо одевать скафандр и подходить к ней только так причем шипы ее загибаются как у когти у кошки и они есть не только на побегах но даже на вот этих пятилистниках у нее такие как у кошки много-много вот таких коготков но красота ее цветков конечно завораживает очень сильно и такой красивый оранжевый насыщенный цвет с какими-то такими легкими переливами розового если ее широко раскладывать и сохранять побеги четвертого порядка 3 4 порядка то она цветет достаточно обильно потому что вот как раз таки все жалуются иногда на то что она не так обильно цветет как бы людям хотелось на самом деле ей надо дать немножечко времени для того чтобы она разошлась для того чтобы сохранять вот эти все ее побеги раскладывать ее широко раскладывается причем она до трех метров в ширину и побеги у нее дорастают до трех с половиной и тогда она вот радует своим обильным цветением украшает сад очень сильно люди у меня растут два экземпляра и люди останавливаются вот за воротами один срастет недалеко от калитки и обсуждают что же это такая за роза такая красивая еще из роз плетистых наверное нужно обсудить английские розы дело все в том что они да они шрабы но шраб это что это полуплетистая роза и если мы ищем компактную плетистую розу для небольшого сада то как раз таки среди английских роз дэвида остина мы можем найти какие-то сорта которые будут соответствовать нашему назначению вот как плетистая роза но при этом не дорастать до трех четырех метров не пугать нас своими размерами они будут в пределах двух метров но максимум двух с половиной держать себя и как бы как мы все знаем что большая часть английских роз практически все они очень вкусно пахнут то есть они будут украшать сад своим ароматом и красивыми цветками из тех шрабов к полу и полу плетистых роз английских сорт которые я могу вот порекомендовать смело это например крон принцесс маргарет прекрасный сорт с абрикосово абрикосовый тепло желтый такие у нее оттенки цветка она очень ароматная у нее есть такой плюс который мне очень нравится она хорошо зацветает и рано зацветает первый раз и за счет этого она хорошо успевает процвести повторно очень красивые цветки можно ее на небольшой обелиск закрутить ее плеть и подвязать можно разложить широко на какую-то невысокую решетку и наслаждаться вот ее цветением еще есть прекрасный сорт шрабшир лет вообще название мне это конечно непонятно потому что в переводе это означает шрабширский паренек я всегда удивлялась почему паренек хотя это роза по своим цветкам явно леди и чтобы вообще красоту цветка и и понять по фотографиям может быть не совсем понятно насколько вообще красиво аккуратно они сложены мало этого они крупные они похожи вообще по размеру на чайно гибридные розы это красивенные очень крупные цветки которые очень ароматные и настолько аккуратно и хорошо сложены что это просто вообще наслаждение какое-то для души и сердца кроме этого у этой розы есть еще очень хорошая характеристика который нравится лично мне это красивая здоровая листва это вообще очень важный фактор на который я всегда обращаю внимание у нее цвет побегов такой темно-бордовый и листва у нее тоже очень темная практически с таким красивым благородным бордовым отливом и украшает этот куст еще до того как эта роза зацветет и это действительно очень красиво из таких особенностей этого сорта ее надо широко раскладывать ее надо широко раскладывать чтобы все-таки она цвела более обильно вот и тогда она будет радовать вас в своем саду ну в принципе по сортам крупноцветковых роз все то что касается мелкоцветковых наверное все таки я вам пока порекомендую рамблер и типа супер эксельсы супер дороти потому что эти розы будут больше вас радовать цветут достаточно обильно вот супер эксельсы у нас очень много мы садили в саду у нашей заказчицы и садовник я не могу наблюдать там достаточно долго это мелкоцветковый рамблер но садовник вообще говорит что цветет роза в течение всего сезона то есть я ее не могу в течение всего сезона наблюдать и это безусловно очень хорошая характеристика вообще есть такое понятие вот когда ты наблюдаешь за розами ты смотришь на них чем мельче цветок тем обильнее и длительнее эта роза цветет всегда есть какая-то компенсация либо на размер цветка и тогда все таки это идет немножечко в минус количеству цветка если размер цветка увеличивается либо на уменьшение вот то есть эти все мелкоцветковые розы они берут именно количеством и массой своего цветения и это не может нас не радовать если говорить о габаритах то вот то преимущество которое я сказала у по рост повторного типа цветения у рамблеров они меньших габаритов то есть надо понимать что первых три года эти розы достаточно так компактно себя чувствуют и даже если они дорастают это все равно два два с половиной метра не больше но с другой стороны это радует потому что я очень долго в себя в саду выращивала baby james как-то мы сгонялись за этим сортом рамблер однократного типа цветения и реально это была катастрофа во-первых рамблеры однократного типа цветения чаще всего цветут на побегах только 2 3 и даже 4 порядка то есть вы понимаете чтобы дождаться их цветение надо подождать года три-четыре они не будут свести в первые годы мало того у меня этот белый рамблер вырастал на 6 метров эти плети они очень колючие забирался к соседям на яблоню и так красиво как во франции у меня не получалось потому что мы всегда помним о том что мы свои розы не оставляем зимовать на этой яблони куда он забрался и кажется что это будет красиво в следующем году а мы все это снимаем и укладываем на землю и укрываем на этом о плетистых розах все я прощаюсь с вами желаем вам процветания до новых встреч